начинать. Мне предстоит провести семинар. Я на лекции, хочется поругать вашего лектора, который на лекции не успел рассказать теорему Лагранжи о конечных превращениях, и теперь придется мне это делать. Ну вот, давайте начнем с теорема Лагранжи. Значит, это следующее утверждение. Пусть функция f непрерывно на отрезке от a до b, и дифференцируемая во всех точках интервала. Можно вопрос? Да? А почему нельзя просто написать, что функция дифференцируемая на отрезке от a до b? Ну, в принципе, можно, но тут нужно понимать, что делать с концами. Дело в том, что, значит, когда мы обсуждали понятие непрерывности, мы говорили, что вот если мы говорим, что функция непрерывна на отрезке, то в концах мы подразумеваем, что мы требуем одностороннюю непрерывность. В случае с дифференцируемостью изначально, когда мы определяли вообще, что такое функция дифференцируемая, мы сказали, что это определение работает в том случае, если точка, в которой мы рассматриваем нашу функцию, если эта точка является внутренней точкой области определения, то есть если функция определена на некоторой окрестности этой точки. Соответственно, если мы рассматриваем функцию, определенную на отрезке от a до b, не совсем понятно, ну, просто если мы попробуем использовать в лоб то определение, которое давалось, про нее вообще нельзя сказать, что она дифференцируема в точке a или в точке b. Ну, просто потому что там функция не определена в окрестности, нельзя брать дельтых с любого знака. Но, в принципе, можно определить одностороннюю производную, и можно было бы теоретически требовать, чтобы функция была бы дифференцируема на всем отрезке, в том смысле, что в концах отрезка и есть односторонняя производная. То есть та же самая формула, которая используется для определения обычной производной, но только предъявлено односторонней. Но это создало бы дополнительные условия. Оказывается, что этого можно не требовать, оказывается, что достаточно только вот этого условия дифференцируемости внутри и непрерывности до концов. Нам большего не нужно. И так все работает. Вот. Но если батарея будет больше, то, конечно, тоже будет работать. Без сомнений. Вот. Итак, значит, f непрерывно на отрезке от a до b, дифференцируемого на интервале. Тогда существует такая точка c из интервала от a до b, что f' в точке c равняется вот такой штуке. Давайте я, прежде чем эту штуку запишу, давайте я нарисую связанную с этим картинку. Вот у нас есть какая-то функция. Функцию мы рассматриваем на отрезке от a до b. И по сравнению с теремой ролик, который мы обсуждали на лекции, здесь нет условия о том, что значение в точке a равняется значению в точке b. Они могут быть разными. Значит, можно рассмотреть такую штуку. Можно рассмотреть секущую. Вот такую. Значит, соединяющую точку a f от a и b f от b. Давайте я напишу, что вот здесь у меня будет f от a, а вот тут у меня будет f от b. И угловой коэффициент этой секущей – это то же самое, что средняя скорость движения на интервале от a до b, на интервале времени. То есть мы смотрим, что мы проехали расстояние f от b минус f от a за время b минус a. И делим одно на другое. Значит, ну или можно рассмотреть такой прямоугольный треугольник. Значит, вот такой вот. И у него по одному катету как раз будет b минус a, а по другому катету будет f от b минус f от a. Значит, угловой коэффициент, то есть тангенс угла наклона – это как раз вот эту штуку, вертикальную штуку, поделить на вот эту горизонтальную штуку. Так вот, утверждается, что наша функция в какой-то момент обязательно имеет производную, которая в точности равна вот этому угловому коэффициенту. То есть, иными словами, у нас вот здесь вот на графике обязательно есть точка, в которой касательно, параллельно вот этой секущей. Значит, давайте я это напишу. Значит, f' в точке c равняется f от b минус f от a делить на b минус a. Ну, естественно, мы считаем, что у нас b больше a, это очень интересно. Вот. Иными словами, как это можно проинтерпретировать в таких более механических терминах? Ну, можно сказать, что вот мы как-то двигались от момента времени a до момента времени b. Мы при этом как-то ускорялись, замедлялись, может быть, даже ехали назад. Вот. И мы можем посчитать среднюю скорость на всем этом промежутке времени. И оказывается, что обязательно найдется какой-то момент времени, когда мы двигались ровно с этой средней скоростью, когда мгновенная скорость совпадала с этой средней скоростью. Вот что говорит терема Лагранжа. Ну, и давайте мы ее докажем. Значит, доказательство состоит в том, чтобы свести терема Лагранжа к тереме Ролля. Значит, я напомню, что в тереме Ролля была вот такая картинка. Ролля была вот такая картинка. Значит, вот у нас есть буква A. Илья, выключи микрофон, пожалуйста. Значит, какая-то такая картинка. Здесь была какая-то другая функция. И про эту функцию мы знали, что если эта функция в точке в точке A и B принимает одинаковое значение, то у нее обязательно найдется точка с нулевой производной. Вот такая картинка была. Значит, мы точно знали, что вот эта штука – это горизонталь. И знали, что есть какая-то точка, в которой производная принимает нулевое значение, значит, касательно горизонтально. Соответственно, дальше возникает желание как-то свести вот эту нашу картинку, которая у нас сейчас есть, свести вот к этой картинке, которая у нас уже есть. Значит, это теорема Ролля. Она говорит, что существует такая C. Ну, давайте я скажу, что вот эта вот функция, это у меня функция H. И существует такая C, что H' в точке C равняется нулю. Вот, соответственно, дальше нужно построить как-то эту самую функцию H. Значит, давайте я задам вопрос тем, кто этого не слышал. Я в конце лекции про это рассказывал, для тех, кто остался, но я не знаю, кто оставался, а кто нет. Значит, вопрос для тех, кто этого не слышал. Как бы нам построить такую функцию H, чтобы как бы превратить вот эту картинку вот в эту картинку? Картинки в целом очень похожи. Есть какие-нибудь идеи? Или все слышали и поэтому молчат? Ну, как-то наклонить надо ее. Наклонить, да. Значит, ну вот проблема в том, что если я буквально наклоню, то есть если я буквально буду поворачивать эту плоскость, то у меня функция, как бы вот эта кривая, если я ее буквально возьму вот так вот и поверну, кривая может перестать быть графиком функции. Она может, так сказать, как волна сама на себя накатываться. Поэтому повернуть нельзя. Но можно сделать операцию, которая называется скос. То есть взять и просто сдвинуть, как бы нашу картинку, сдвигать вот так вот по прямому вниз. Ну, давайте я напишу это формулой. Ну, вот, да, вращать как раз не очень хорошая идея. Значит, нужно на самом деле скашивать. Скос – это что такое? Давайте рассмотрим функцию h от x, которая устроена так. Она есть f от x. Ну, смотрите, что я хочу сделать. Я хочу превратить вот эту горизонталь, то есть вот эту вот штуку, я хочу ее превратить в горизонталь. То есть как бы я в некотором смысле хочу сделать так, чтобы вот эта вот прямая, ну, или не эта прямая, а какая-нибудь параллельная ей прямая, стала бы как бы новой координатной осью. Вот. Иными словами, я хочу мерить, вот обычно для того, чтобы определить y-ковую координату, я мерю расстояние до, значит, настоящей горизонтальной оси. А теперь я буду мерить расстояние, ну, вот до вот этой прямой или до какой-нибудь параллельной ей прямой. Давайте я возьму прямую вот такую вот. Мне для удобства вычислений будет удобно использовать вот такую прямую, которая будет параллельна желтой прямой, но проходить через точку А. Извините, а в этом случае точно не будет волны? Волны точно не будет, потому что мы просто сейчас вычтем из одного функции другую функцию и получим некоторую новую функцию. То, что мы создаем, по-прежнему будет функцией, и поэтому никаких проблем с графиками тут не будет. Вот. Итак, значит, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что мы теперь будем мерить расстояние между, ну, как бы не расстояние, а вот такое расстояние по вертикали, между точками графика и вот этими точками вот такой прямой. Ну, давайте зададим вот эту прямую. Как задается вот эта прямая? Ну, у нас тангет с углом наклоны – это f'c. Сейчас, мы еще не знаем, в какой… Нет, сейчас, подождите. Значит, порядок действий другой. Значит, мы не знаем, чему равна c, поэтому мы не можем просто сказать, что у нее… что вот эта прямая тангет с углом наклоны равняется f'c. Это, конечно, будет правдой, но это мы хотим… Мы в обратную сторону действуем. Мы хотим доказать, что такая c найдется. Поэтому пока мы этой c не можем оперировать. Но зато мы знаем, что вот эта прямая параллельно вот этой секущей. Значит, какой у нее угловый коэффициент? f от b минус f от a поделить на b минус a. Да, совершенно верно. Значит, давайте я напишу так. Значит, мы вычтем. f от b минус f от a разделить на b минус a. Дальше нужно умножить на x. Но давайте я чуть-чуть ее сдвину. Так, чтобы… Я хочу, чтобы в точке a вот эта штука была бы принимала в значение 0. Как это сделать? x минус a. x минус a. Вот так. Извините, а мы сейчас рассматриваем, получается, какую-то прямую, которая параллельно нашей секущей. И смотрим расстояние между графиком f от x и вот этой вот прямой, которая параллельно секущей. Да. Вот что такое вот эта функция h от x? Это вот такая же штука. Поэтому мы в каждой точке меряем вот такие вот расстояния. Ну, как бы, что такое разность? Что такое, если вы из одной функции вычитаете другую функцию? Ну, вот это вот как раз вы меряете, вот такие вот штуки. Вот. Ну и давайте посмотрим, что получается. Давайте посмотрим, чему равняется h в точке a. f от a. f от a. Ну, тут как бы долго думать не нужно, потому что мы просто подставляем a вот сюда. Здесь получается 0. Остается просто f от a. Более сложный вопрос. Чему равняется h от b? Тоже f от a. Тоже f от a. Можно проверить. Значит, это будет f от b минус f от b минус f от a разделить на b минус a умножить на b минус a. Дальше b минус a сокращается. Остается f от b минус f от b плюс f от a равняется f от a. На самом деле неудивительно. То есть как бы что мы говорим? Мы говорим, что вот это расстояние, оно такое же, как вот это расстояние. Ну, это неудивительно, потому что мы выбрали вот эту прямую просто параллельно вот этой прямой. Поэтому тут вот такой параллельно получается. Я мог бы заставить эту прямую просто идти ровно вдоль этой прямой, но мне почему-то не нравится так. Вот. Окей. Вы сейчас утверждаете, что у нас получается одинаковое расстояние от секущей нашей параллельной прямой, да ведь? Ну, конечно, ну, как бы вот эта прямая параллельно вот этой прямой, значит, если мы будем вот так вот мерить. Вот все вот такие расстояния одинаковые просто в силу параллельности. Да. Вот. Теперь смотрите. Значит, что получилось? Ну, получилось ровно то, что функция h, она удовлетворяет условия тереморолля. То есть мы, на самом деле, ровно построили вот эту картинку. Значит, смотрите, давайте проверим аккуратно. У нас в тереморолле было три условия. Первое условие, что функция непрерывная на отрезке от а до b, вот оно. Второе условие, что функция дифференцируемая на отрезке от а до b, вот оно. Значит, это условия, которые справедливы для функции f, но они автоматически будут справедливы и для функции h, потому что как h устроено? Это функция f, непрерывная и дифференцируемая, минус линейная функция. Сейчас вот здесь вот эту штуку нужно показывать. Минус вот эта вот линейная функция. Линейная функция непрерывная и дифференцируемая всюду, и поэтому никаких проблем с дифференцируемостью здесь не возникнет. Поэтому если f была непрерывная и дифференцируемая здесь, то и h будет такими же свойствами. И, наконец, единственного свойства, которого нам не хватало, это свойство, что h от а равняется h от b. Теперь оно есть. Таким образом, можно применить теорему роли к функции h. Значит, по теорему роли существует такое c из интервала от a до b, что h' в точке c равняется 0. С другой стороны, мы знаем, что функция h задана вот такой формулой. Ну, давайте найдем, чему равняется h' в произвольной точке x. f' от x. Вычесть f от b минус f от a поделить на b минус a умножить на... Да, ну, собственно говоря, все. Да, все, это все. Значит, производная x минус a равна единице. И, значит, просто остается вот такая штука. Таким образом, если такая точка c нашлась, дальше можно ее просто подставить в это равенство вместо x. И получается, что h' в точке c с одной стороны равняется 0, а с другой стороны это есть f' в точке c минус вот этот самый наш угловый коэффициент. И это ровно то, что мы хотели. У вас это было написано в конспектах лекции? Значит, в том файлике, который я прислал, да, потому что я как раз на консультации успел... Ну, то есть я потом отвечаю на вопрос, успел про это рассказать. Ну, я считаю, что не грех повторить. Давайте посмотрим на это доказательство. Мне кажется, что оно достаточно прозрачное. И тут как бы это не те мотонистские доказательства, которые у нас были в начале курса. А тут эта штука вроде довольно прозрачная. Но давайте посмотрим на нее, и есть ли какие-то вопросы. Хорошо. Теперь мы будем всячески эту теорию применять. Она на самом деле дико полезна. По крайней мере, при том способе изложения анализа, какой он у нас выбран. Так, давайте каких-нибудь задач порешаем. Давайте я хочу начать со второй задачки. Первую пока хочу пропустить. А вторая задачка такая. Первый вернемся, извините. Первый вернемся потом? Ну, может быть, вернемся. Не знаю пока. Сейчас посмотрим, как пойдет. Смотрите, значит, вторая задачка такая. Функция f непрерывно на a, b. Дифференцируем она на интервале от a до b. И f' в точке x равняется 0 для всех x от a до b. Требуется доказать, что функция f от x равняется какой-то константе. То есть, если функция непрерывная и во всех точках у нее производная 0, то f – это просто константа. Ну, это кажется очевидным утверждением, потому что… Ну, а как еще? Если вы никуда не двигаетесь, то если у вас нулевая скорость во все моменты времени, значит, вы никуда не двигаетесь. А раз вы никуда не двигаетесь, значит, вы никуда и не уедете. Но, тем не менее, чтобы аккуратно это утверждение обосновать, нужно будет что-то немножко поработать. Ну вот, попробуйте, подумайте, как сейчас эту задачку решить. Значит, подсказка состоит в том, что это задачка про термолограмм, на самом деле. Хотя так, может быть, сходу и не скажешь. Давайте я дам минут пять на размышления и присылайте мне, пожалуйста, просто в личку ваше соображение, как к этой задачке подступаться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Если вы вдруг пока не знаете, как поступаться, первая подсказка состоит в том, чтобы доказывать от противного. Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Так, один правильный ответ есть. Давайте еще. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Игорь Негода! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Значит, вот в этом равенстве у нас обязательно в левой части стоит ноль. Ну и значит, в правой части тоже должно стоять ноль. Ну, в принципе, да, наверное, можно рассуждать именно в эту сторону. Ну, окей, давайте я все-таки напишу доказательство от противного, оно мне кажется каким-то чуть-чуть более прямолинейным в данном случае. Да, давайте, скажем так, ну вот, собственно говоря, последнее сообщение от Юлии Кузнецовой как раз содержит все полное решение. Давайте я его перенесу на доску, чтобы все видели, значит, от противного. Давайте возьмем две какие-нибудь точки, значит, пусть это не константа, пусть существуют две какие-нибудь точки, и x1 и x2, принадлежащие отрезочку от a до b, такие, что f от x1 не равняется f от x2. Тогда на отрезке от x1 до x2, ну, давайте считать, что у меня x1 меньше x2, иначе я просто их переномеру. Значит, тогда на отрезке от x1 до x2 применимый теория Малагранжа. У нас функция дифференцируем непрерывно. И, следовательно, f' значит, следовательно, существует такая точка c на интервале x1, x2, что f' в точке c равняется f от x2 минус f от x1 разделить на x2 минус x1. И это не ноль, по предположению. Мы предположили, что f от x1 и f от x2 различны. Значит, эта штука не ноль, но это противоречит условию. Значит, противоречит условию о том, что для всех x f' от x равен нулю. Значит, для всех x на интервале от a до b. Все, утверждение доказано. Можно было бы действительно рассуждать так. Можно было бы сказать, давайте рассмотрим любой интервальчик, любые две точки x1 и x2. И вот посмотрим на вот эту формулу. Скажем, что у нас здесь слева обязательно должен быть ноль. Ну и тогда справа тоже будет ноль. И тогда скажем, что f от x1 обязательно равняется f от x2. Ну, так тоже можно, да. Здесь в этом случае, конечно, можно доказывать и впрямую, без этого противного. Вот. Понятно ли доказательства? Это первый пример истории, когда мы переносим некоторое утверждение, которое носит такой локальный характер. Вот все утверждения пропроизводные – это утверждение локального характера. И мы это утверждение переводим на некоторое глобальное свойство функции, на свойство быть ограниченной, на свойство быть константой на всем отрезке. Есть ли вопросы по этому номеру? Нет вопросов. Хорошо. Так, ну давайте третий номер докажем. История примерно про то же самое. Значит, номер три. Здесь такая история. f дифференцируемо на интервале от a до b. И во всех х от a до b f' от x больше нуля. Следовательно, f строго возрастает на a b. Вот такое утверждение. Ну что, давайте тоже потратим несколько минут на то, чтобы попробовать его самостоятельно сделать. Очень похоже, на самом деле, на предыдущую задачку. Делается примерно так же. Спасибо. 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 Важно ради разнообразия без доказательств от противника доказать. Спасибо. 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 Ну, давайте посмотрим, что у нас получается. Доказываем точно так же. Давайте рассмотрим две точки x1 и x2. Ну, пусть опять x1 меньше x2, и они лежат на моем интервальчике. Ну, и давайте посмотрим, опять же, можно применить теорему Лагранжа. К интервальчику от x1 до x2. Значит, смотрите, у меня я специально выбираю точки x1 и x2 на интервале, поэтому у меня автоматически выполняются условия теорема Лагранжа. Значит, на самом деле даже вот к отрезочку от x1 до x2. Благодаря тому, что x1 и x2 не могут быть равны концам нашего отрезка от a до b, у нас функция точно непрерывна на всем этом отрезке и дифференцируема во всех внутренних точках отрезка. Поэтому можно применить теорему Лагранжа. Ну, а раз так, то тогда f от x2 минус f от x1 разделить на x2 минус x1 равняется f' от c. Значит, существует какая-то промежуточная c. Это окажется, что это верно. Ну, а с другой стороны мы знаем, что вот это f' больше нуля. Ну, раз она больше нуля, значит, дальше можно сказать, что f от x2 минус f от x1 тоже обязательно больше нуля. Значит, больше нуля, так как по предположению x2 больше, чем x1. Это означает, что вот этот знаменатель больше нуля. На него можно просто умножить и получается вот такая штука. И все. Доказали таким образом строгое возрастание. Значит, похожее доказательство на предыдущую теорему. Интересный вопрос тут вот какой. Правда ли, что верно ли обратно пункт b? Нет. То есть это был 3a, а есть пункт 3b. Верно ли обратно? То есть иными словами, что значит верно ли обратно? Правда ли, что если функция строго возрастает, то тогда у нее обязательно во всех точках производная строго больше нуля? Значит, правда ли, что если f строго возрастает, то f' в точке x больше нуля для всех иксов из нашего отрезочка, точнее из интервальчика. Значит, был голос с места о том, что нет, это неправда. Но давайте я дам еще 2 минуты на то, чтобы подумать, правда это или нет. Присылайте мне тоже ваше соображение в личку. В частности, если это неправда, если вы считаете, что это неправда, то ваша работа простая. Достаточно построить контрпример. Если вы считаете, что это правда, то придется доказывать. Поехали. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Правда ли, что если дифференцируемая во всех точках функция строго возрастает, то тогда у нее производство на всех точках положительно. То есть нарушение дифференцируемости мы запрещаем. Продолжение следует... Так, ну хорошо, две минуты прошли. Я получил, кажется, три контрпримера и ноль доказательств того, что обратно верно. Ну, действительно, было бы странно, если бы я получил одновременно и контрпример, и доказательства этого утверждения. Но контрпример здесь можно предложить очень простой. Это функция f от x равняется x кубе. Значит, у нее вот такой график. И в точке ноль у нее горизонтальная касательная. Значит, f' от x равняется 3x квадрат. Значит, f' в нуле равняется нулю. Несмотря на то, что у нее в нуле касательно горизонтальная и функция производная имеет значение ноль, несмотря на это, функция строго возрастает во всех точках. На всем отрезке она строго возрастает. Ну, допустим, можно взять какой-нибудь отрезок от минус единицы до единицы. Точнее, интервал от минус единицы до единицы. На самом деле, можно придумать ситуацию, когда у вас будет довольно много точек, в которых функция имеет производную ноль, и при этом функция будет строго возрастать. Вы можете понасобирать чем-нибудь похожее на вот такую кубическую штуку. Но если вы знаете, что функция производная ноль на каком-то интервале, то там по второй задаче сегодняшнего семинара, там она все-таки постоянно. Поэтому там условия строгого возрастания все-таки нарушаются. Но вот в отдельных точках функция производная может принимать ноль значения. Хорошо. Давайте еще посмотрим на пятую задачку. Тоже важная история. Смотрите, когда мы говорили, что формулировали лему с лекцией, я напомню, что лему звучало так, что... Значит, у нас была такая лему с лекцией. И она звучала так, что если f' в точке x0 больше нуля, то тогда существует такая дельта больше нуля, что для всех дельты x положительных и меньших дельта, f от x0 плюс дельта x больше, чем f от x0, а f от x0 минус дельта x меньше, чем f от x0. Почему? У меня такая довольно сложная оказалась формулировка. Значит, я говорю, что правее точки x0 значение функции становится больше, а левее значение функции становится меньше. А вот нельзя ли было бы сказать проще? Нельзя ли было бы сказать, что если функция имеет положительную производную в точке x0, то тогда функция возрастает на некоторой окрестности точке x0? Значит, вопрос. Обязательно ли... Найдется такая окрестность? Что f возрастает на этой окрестности? Окрестность в точке x0. Давайте посмотрим, в чем состоит разница между вот этим утверждением и вот этим утверждением. И там и там фигурирует некоторая окрестность точки x0. Вот здесь эта окрестность задается вот этой дельтой. У меня как бы x0 плюс дельта x и x0 минус дельта x. Они обязательно принадлежат дельтой окрестности точки x0. В чем разница между вот этим утверждением и вот этим утверждением, которое я написал оранжевым? Ну, они как бы в разную сторону работают. Ну, почему в разную сторону? Ну, сейчас. Ну, здесь вот тоже такое утверждение типа монотонности. Здесь я говорю, что функция становится больше, если x увеличивается, становится меньше, если x уменьшается. И здесь, казалось бы, вот ровно то же самое написано. Или все-таки не то же самое. В чем разница между этими двумя утверждениями? А мы берем проколтую окрестность? Нет, прямую окрестность. Просто обычную окрестность полную. Не проколтую. Давайте я здесь скажу строго. Срастает. Смотрите, получается, мы не требуем вот в леме с лекцией у нас может быть получиться такая ситуация, что у нас вот, скажем, есть два x, ну, дельты x. И как это сказать, то есть они оба должны быть больше, чем f от x0, но при этом никто им не запрещает быть, ну, как-то это сложно сказать, но я сейчас попробую. То есть у нас есть отрезок x0 и x0 плюс дельта x какой-нибудь. И возьмем на этом промежутке два, ну, две точки. У нас вот эти две точки, ну, пусть у нас производная больше нуля, и вот значение вот в этих двух точках, они должны быть больше, чем f от x0. Но при этом может получиться так, что та точка, которая стоит правее, у нее значение меньше, чем у точки, которая стоит левее. Да, 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 совершенно верно. То есть смотрите, вот чисто формально если смотреть, значит, в леме с лекцией мы как бы сравниваем значение функции f в двух точках, но одна из этих точек обязательно x0. Вот в этом утверждении, которое я раньше вам написал здесь, значит, это утверждение про строгое возрастание. Строгое возрастание говорит, что для любых точек из окрестности выполняется неравенство между значениями функции. Значит, давайте я это напишу здесь. Значит, вот это утверждение, f строго возрастает. Это утверждение такое, что для всех x1 и x2 из какой-то окрестности точки x0. Если x2 больше, чем x1, то f от x2 больше, чем f от x1. Как бы вот здесь тоже стоит такого же типа неравенства, но важно то, что вот здесь эти две точки выбираются как угодно из нашей окрестности. А вот здесь одна из этих точек – это обязательно середина окрестностей. Поэтому это не одно и то же утверждение. Но тем не менее, кажется, что вот это утверждение как-то очень хочется доказать. Очень хотелось бы сказать, что если функция имеет положительную производную в точке, то она возрастает где-то на какой-то окрестности этой точки. Ужасно хочется это сказать. Настолько хочется, что несколько лет назад, когда лекции читал Дмитрий Александрович Дагаев, значит, он в какой-то момент попытался это утверждение доказать на лекции. У него ничего не получилось, естественно, потому что утверждение неверно. И студент программы по имени Игорь Карпов, который сейчас учится, не помню где, но где-то, не помню уже в каком, Оксфорд-Кембридж, ну, в общем, короче говоря, в каком-то крутом вузе, делает свой PhD. Вот, он сказал, что, ну, вот у вас ошибка, и построил контрпример. Контрпример как раз сейчас здесь написано в этой пятой задаче. С тех пор эта задачка включается в семинарские листочки и официально называется задачей Игоря Карпова. Вот, значит, давайте посмотрим на эту функцию, которая тут написана. Значит, она как раз представляет собой контрпример. Значит, f от x равняется x, деленное на 10, плюс x квадрат синус единицы, деленное на x. Ну, давайте я так напишу, значит, если x не 0, и 0, если x равняется 0. Вот такая функция. Давайте найдем ее производную в точке 0. Как это сделать? Что может, чему равняется производная функция f в точке 0? Нулю. Вот не нулю. Одна десятая. Да, вот в одну десятую я верю. Почему одна десятая? Ну, потому что вообще производная... Мы в определении можем записать и убедиться, что это на десятую. Да, можно по определению. Ну, на самом деле, значит, а вы как предлагали? Сейчас, я, к сожалению, не вижу, кто сейчас говорил только что. Саша говорил. Ага. Саша, а вы что предлагали? Ну, нет, я просто хотела сказать, что производная x10, x делить на 10 в нуле у нас... А, сейчас, секунду. Ну да, просто, по сути, разбить и доказать, что производная второй вот этой штуки с синусом, она 0, и все. Да, значит, нужно, на самом деле, ключевой момент – это разобраться с вот этой производной. Значит, с производной вот такого выражения при x равном 0. Значит, я не знаю, использовалось ли у вас когда-нибудь такое обозначение. Иногда пишут, когда нужно нам, например, посчитать значение производной. Вот я написал, значит, мою функцию, сказал, что я хочу от нее посчитать производную, а потом в эту производную подставить x равняется 0. В этом случае ставить такую палочку, и после этой палочки нижним индексом пишут, какую постановку нужно сделать. Вот. Ну вот, значит, я хочу вычислить производную вот этой функции, в точке x равняется 0. Но, на самом деле, как тут можно действовать? Ну, во-первых, у вас была такая задачка в одном из предыдущих семинарских листачек. И поэтому вы можете уже знать, что это производная равна 0. Но даже если вы этого не знаете, ну, давайте быстро посмотрим, как это доказать. Значит, давайте просто воспользуемся определением, поскольку у нас в нуле здесь некоторые проблемы возникают со знаменателем. Поэтому вместо того, чтобы пользоваться там всякими правилами про дифференцирование, я воспользуюсь просто определением. Значит, давайте я скажу, что... Значит, вот... Давайте пусть g от x равняется x квадрат синус единицы деленной на x. Тогда g штрих в точке 0 – это по определению предел при дельте x, стремящемся к 0. Значит, от чего? От g от дельты x... Да, но на самом деле g от x вот такая. Это если x не нулевой, и 0, если x нулевой. Значит, тогда g штрих в точке 0 – это и есть предел при дельте x, стремящемся к 0. Значит, дельта x в квадрате на синус единицы делить на дельта x минус... Сколько? 0. Да, это штука ограниченная просто. Когда мы умножаем что-то стремяющееся к 0 на что-то ограниченное, всегда получается 0. Поэтому действительно, производная вот этого слагаемого 0, производная этого слагаемого 1 десятая, и все хорошо. Производная равняется 1 десятой больше 0. Значит, первую часть доказали. Извините, пожалуйста, можно вопрос? Если бы у меня было x, может, на синус поделить 1 на x, у нас бы не существовало производной? Не существовало производной, да, не существовало производной, совершенно верно. Тогда бы тут вот этой дельте x бы не возникло, и пришлось бы искать пределы вот такой штуки. А мы знаем, что бы нет. А пределы вот такой штуки не существует. А что еще раз, если бы у нас было бы что? Ну, если бы функция была бы не x квадрат синус единицы деленной на x, а просто x синус единицы деленной на x, если бы квадрата не было бы. Вот. Хорошо. Значит, теперь, что нам нужно дальше сказать? Дальше нам нужно сказать, что не существует такой окрестности точки 0, что в этой окрестности функция f возрастает. Почему это так? Ну, давайте вот что сделаем. Давайте считаем производную функцию f не в точке 0, а во всех точках, кроме 0. То есть просто от x, да? Да, значит, просто мы теперь можем… Поскольку мы сейчас рассматриваем производную, значит, найдем f' в точке x, где x не равен 0. Значит, нам на самом деле теперь та часть функции, которая говорит, чему равняется значение f в точке 0, неинтересна, а интересна другая часть. Но давайте посмотрим, чему она равна. Значит, f' в точке x, это есть x разделить на 10 плюс x квадрат синус единицы деленной на x штрих. Ну, давайте, рассказывайте, как дифференцировать. Одно десятое. Так, одна десятая. Дальше. Плюс косинус 1 поделить на x умножить на 2x. Так, значит, давайте смотреть аккуратненько. Косинус 1 деленное на x. Сейчас, давайте чуть-чуть помедленнее. Значит, у нас вот здесь написано что? Это произведение двух функций. Значит, мы пользуемся теоремой о производной произведении. Что получается? 2x умножить на синус, на синус 1 делить на x. Ну, вот так вот, да? Потом плюс x квадрат умножить на косинус. Да. 1 на x. Так, да, осталось теперь посчитать вот такую штуку, производную синус единицы деленной на x. Слушайте, можно вопрос? Давайте. А вот там... А нет, все, вопрос. Так, теперь как посчитать производную синус единицы деленной на x? Сейчас, кстати, откуда здесь косинус взялся? Другой должен. У нас должен быть косинус 1 делить на x и на производную... Сейчас, сейчас, сейчас. Слушайте, я все перепутал. Значит, вот здесь не должно быть штриха, а вот здесь должен быть... Во втором стыдаем, да, просто синус. Да, вот так вот теперь правда. Значит, так что здесь, потому что мы здесь продифференцировали одно слагаемое, а другое нужно было оставить как есть. Значит, вот такая штука. А дальше, во втором случае, когда мы продифференцировали вот эту слагаемое, значит, вот этот со множителя, а вот этот со множителя оставили как есть, получилась вот такая вещь. Теперь нам нужно продифференцировать вот этот синус единицы деленной. А там разве не сложная функция возникает? Сложная функция, да. У вас синус и единица, деленная на x. Приводные сложные функции. Получается x квадрат на минус 1 делить на x квадрат на косинус и 1 делить на x. Ну и остается... 1 деленная на x, да. Совершенно верно. Так, давайте все это теперь поупрощаем. Как все уследили с производной сложной функцией? Отлично. Так, давайте теперь посмотрим, что все это значит. Значит, у нас остается 1 десятая, 2x, синус единицы, деленная на x. С ним, кажется, ничего особо не произойдет. А здесь x квадрат посокращается, останется минус косинус единицы, деленная на x. Вопрос. Какие знаки принимает эта штука, когда x маленький? Ноль, наверное. Ну, значит, какие-то нули, наверное, у нее есть. Но вот можем ли мы сказать, что существует такая маленькая окрестность, что производная будет положительная в этой окрестности? Или нет? Я думаю, нет. Почему? Ну, потому что мы знаем, что, например, синус 1 делить на x при очень маленьких хексах он бесконечно осциллирует, и там могут быть как и значения близкие к минус 1 и как к 1. Да. Про синус это правда, но только проблема в том, что синус во мне особенно здесь важен, потому что вот эта штука, конечно, осциллирует, но... Но x хорошо, эта штука будет маленькая. Близко к нулю, получается, что-то будет. Поэтому, на самом деле, вот эту штуку можно сделать меньше, чем 1 сотая, например. И она вам, знак вот этой, как бы, вот знак останется таким же, как у 1 десятой. Поэтому вот эта с логамина, на самом деле, не очень интересная, она маленькая. Ну, если говорить тогда про косинус 1 делит на x, то мне кажется, что там тоже не совсем понятно, что будет. Потому что если... Так, что про косинус? Мне кажется, он может быть либо положительным, либо отрицательным. Ну, это, конечно, правда. При маленьких х. Вы про косинус говорите или про... Про косинус 1 поделить на x. Так, ну, это правда, да, что он может быть либо положительным, либо отрицательным. Ну, как бы, как устроен график вот этой функции, косинус, соединительный на x? Ну, вот он устроен как-то так. Что он... Прямое значение от минус единицы до единицы. Ну, и вот как-то между этими двумя значениями он колеблется. Совершая бесконечно много колебаний. Да, и мы... Просто не знаем, что мы получим. Ну, нам важно вот что. Значит, мой вопрос такой. Существует ли такая окрестность? Существует ли окрестность нуля, в которой функция f возрастает? Вопрос изначально был вот такой. Значит, я хочу на этот вопрос ответить, анализируя знак производной. Значит, как минимум, если функция возрастает, то там, как минимум, производная должна быть неотрицательной. Ну, получается, что нет. В данном случае для производной нельзя такое подобрать. Потому что какую бы, например, мы маленькую дельта окрестность подбирали, то у нас может быть косинус один поделить на х либо больше, чем одна десятая, либо меньше, чем одна десятая. В смысле, минус косинус один поделить на х. Да, вас интересует какой... Вот чтобы здесь сказать, что нет, это неправда. Вас какой случай интересует? Ну, получается, когда косинус один поделить на х больше, чем одна десятая. Да, значит, в любой окрестности нуля существует такое значение х. Например, такое значение х, чтобы косинус единицы, деленная на х, был просто равен нулю. О, не нулю, а... Стойте, стойте, нулю не подойдет. Единицы. Вот, и тогда... Мы можем просто задать последовательность и... Да, можем. Да, 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 да. Тогда f4... А для чего последовательность задавать? Ну, вот можно просто выбрать последовательность вот этих точек, в которых косинус принимает значение один. Вот таких вот точек. Ну, таким образом, последовательность, которая будет сходиться к нулю, и мы точно знаем, что в этих точках косинус принимает значение один, и тогда производная f' в этих точках, она будет, ну, как бы для достаточно маленького... Достаточно маленького х. Но давайте возьмем... Давайте возьмем пусть... Значит, я хочу как-то ограничить вот эту штуку. Давайте я потребую, чтобы х был бы меньше, чем, скажем, одной сороковой. Тогда f' в таких точках х будет меньше, чем одна десятая. Значит, в худшем случае здесь из этой одной десятой вычтется одна двадцатая и вычтется... В худшем случае здесь прибавится одна двадцатая и вычтется единица. Значит, эта штука будет точно гарантирована меньше, чем ноль. То есть, смотрите, у нас есть точки, в которых производная точно отрицательна. Да. Вот. Ну, а это автоматически означает, что в этих точках наша функция... Ну, как бы, что вблизи этих точек функция не может быть строго возрастающей. Ну, и даже не строго возрастающей точно не может быть. А как-то найдем у нас же косинус один поделить на х равен единицу, только когда у нас один на х равен ноль плюс два пиа. Правильно, да. Но такие точки встречаются сколько угодно близко к нулю. Потому что если у вас единица, деленная на х, равняется два пиа, то х... Можно рассмотреть такую просто последовательность. То есть, х равняется единице на два пиа. И это будут точечки, которые живут сколько угодно близко к нулю. В любой окрестности нуля есть точки из этой последовательности. Потому что последовательность стремится к нулю. Стойте, ну почему вот мы пишем, что вот мы в конце вычитаем минус один и говорим, что все это меньше нуля. Но у нас же при х меньше, чем одна сороковая, косинус один поделить на х может быть и равен единице, например. Ой, минус единица. Сейчас, посмотрите. Мы выбрали... Мы наложили два условия на х. Мы наложили вот это условие и мы наложили вот это условие. Их оба можно удовлетворить, потому что есть... Там найдут же такие значения х. Да, есть такие значения х, для которых в любой окрестности нуля, в том числе вот в этой окрестности нуля, найдутся значения х, ну, например, просто вот ровно, ну, собственно говоря, не например, а в точности ровно вот из этой последовательности. Возьмите здесь n больше, чем 100. Ну просто... Тогда хн обязательно будет удовлетворить вот этому неравенству, а с другой стороны косинус от него будет... Вот эта штука будет равна единице. В общем, мы просто сейчас определяем пример, что может быть отрицательно производная. Говорим, что косинус 1 делит на х это единица. И при этом модуль х меньше, чем 1 сороковая, да? Да. Ну вот мне понадобилось вот это условие наложить, просто чтобы мне вот это вот слагаемое ничего не испортило. Потому что мне совершенно неохота следить за тем, какой тут будет знаку синус, единица деленный на х. Хотя он здесь будет типа нулю равен. Но я просто наложил какое-то условие и забыл про нее. Но последовательности мы, получается, сейчас не применили. Нет, ну как? Ну вот я просто... Ну вот это утверждение о том, что такой х существует, оно, собственно говоря... Ну вот этот х, который существует, он выбирается ровно из этой последовательности. Потому что ровно вот эта последовательность как раз и гарантирует, что вот это равенство выполняется. Все корни, все х, которые удовлетворяются этому равенству, вот этому уравнению, это в точности выдадите наши х из этой последовательности. Ну ладно, потом еще спрошу. Я утверждаю, что в таких точках выполняется утверждение, что f' значит, x плюс дельта x... Ой, сейчас... Значит, в таких точках f' в таких точках f от x плюс дельта x будет меньше, чем f от x, а x от минус дельта x будет больше, чем f от x. Значит, для положительных дельты x. Маленьких положительных дельты x. Ну и стало быть, функция не может... функция не может не является возрастающей. То есть мы получили, что у нас есть, что функция от x получается больше нуля, но в окрестности этого x функция не возрастает. Да, неправда, неправда, что функция возрастает. Производная больше нуля, но неправда, что функция возрастает. Ну, как на самом деле устроен график нашей функции. Вот смотрите, чтобы это не казалось чем-то совсем уж странным, график устроен так. Вот у нас есть... Вот у нас есть наша... Ну, окей, она там в нуле, да, себя как-то хорошо ведет, точнее плохо. Давайте ноль дорисую ближе к центру. Ну, вот смотрите, как она тут себя ведет. Она, с одной стороны, сама по себе функция, она близка вот к такой касательной. Ну, вот это y равняется x деленное на 10. Но при этом она вокруг этой касательной вот так вот дико осциллирует. Все медленно, как бы все... Масштабы этих осцилляций становятся все меньше и меньше, но при этом самих этих осцилляций очень много. И за счет того, что вот эти осцилляции есть, у вас нету нигде монотонности. То есть у вас всегда есть вот такие вот интервальчики, на которых функция умудряется убывать. А вот вопрос, получается, задача должен был звучать не то, что функция возрастает, а то, что функция строго возрастает. Да неважно, она и просто не возрастает, и даже не строго. Но есть же, получается, все равно у нас промежутки, когда функция будет возрастать, а потом убывать. Есть, да. Но вопрос был такой, существует ли такая окрестность, что на этой окрестности функция возрастает? А, ну нет, да, не существует. Утверждение о том, что функция возрастает на окрестности, означает, что возле любых точек из этой окрестностей обязательно между значениями функции такое же соотношение, как между этим словами. Понятно. Ну, вот такая немножко парадоксальная история, но нужно иметь в виду, что такое, в принципе, бывает. Некоторая очередная гадость, которая могут нам подкинуть функции, если не потребовать от них достаточно многого. Хотя, казалось бы. Получается то, что если мы получаем f' от x0 больше нуля, то мы можем говорить, что функция именно в точке x0 возрастает. Или как? Да. Ну, вот верно, вот такого типа утверждения. Но нет утверждения, а вот ровно то утверждение, которое в лекции было сформулировано. Как функция может в точке возрастать? Ну, вот нет, ну, можно определить. Можно сказать, что, скажем, что функция возрастает в точке, если... Мне не очень нравится эта формулировка, поэтому я такого не говорил. Вот. Но теоретически можно было бы сказать, что определим, введем новое понятие. Функция возрастающая в точке. Функция возрастает в точке, если для нее верно, вот то, что если вы из этой точки сдвигаетесь вправо, то функция возрастает. Если вы из этой точки сдвигаетесь влево, то функция убывает. Ну, там же тогда снова разговор будет идти про окрестность этой точки. Ну, вот, ну, вот, в общем, короче говоря, вот верно, вот ровно, вот, верно, ровно то утверждение, которое, которое было в... Где? Вот, 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 вот в этой вот лимбе. Первая, да? Вот эта вот лимба, да. Вот я ее здесь восстановил. Вот. Судя, ну, та задача, которую мы сейчас решили, она вроде как ее опровергает, разве нет? Нет, эту лимбу она не опровергает. Эта лимба работает. Смотрите, вот, если посмотреть на картинку, вот видно, что если мы сдвинемся вправо, то значение станет больше. Если мы сдвинемся влево, значение станет меньше. Но если мы выберем две точки, вот, допустим, вот эту и вот эту, то между вот этими двумя точками совершенно не обязана выполняться это соотношение. А, то есть там шла речь именно про значение? Именно про значение в конкретной точке, в точке Х0. Понял. Ну все, хорошо, спасибо. Вот. Ну что, а как вам такой примерчик? Ну, позволяет задуматься в тонкости определения. Ну да. Ну, совершенно нетривиальная вещь. Я вообще говорю, что даже опытному человеку, так, если недостаточно много про это подумать заранее, то может возникнуть впечатление, что такого примера нет. На самом деле он есть. Так, ну что, давайте, есть ли какие-нибудь вопросы про этот номер? И я думаю, что мы успеем разобрать еще один номер быстренько. Давайте дальше. Все вопросы. Так, значит, чего я хочу? Я хочу разобрать какой-нибудь номер про задачку 7. Значит, история про исследование функции. Теперь можно воспользоваться нашими инструментами для того, чтобы исследовать функции. Ну, давайте какую-нибудь выберем функцию, которая вам больше нравится или которая мне больше нравится. А мы один пункт планируем. Ну да, у нас 4 минуты осталось. Давайте пункт С, может. Пункт С. Ну, давайте пункт С. Значит, номер 7, пункт С. Значит, у меня есть функция f от x, которая равняется x плюс 1 разделить на x минус 1 плюс 2x. И требуется разобраться с тем, как эта функция устроена. Значит, до сих пор мы там занимались тем, что строили эскизы графиков функций. А сейчас можно построить уже прям совсем полноценный график, разобраться с тем, где функция возрастает, где убывает, где у нее какие экстреммы. И так далее. Ну, давайте что-нибудь про нее скажем. Значит, первое. Что можно сказать про область определения этой функции? Во всех x, кроме x, равно 1. Да, все кроме единицы. Значит, во всех точках, кроме единицы, все хорошо. Отлично. Ну, давайте разберемся, что происходит в единице. В единице функция стремится к бесконечность сейчас. К бесконечности, да. Значит, даже можно более подробно сказать, что если единица с плюсом... По единице справа, да, что там происходит? Ну, плюс бесконечность. Плюс бесконечность, как вы это видите? Ну, у нас в числителе вполне конечное число, около двойки. В знаменателе у нас что-то очень маленькое, но положительное. Но положительное, да, потому что если мы справа подходим. А вот эта штука к чему стремится? К двойке с плюсом. К двойке, да. Но понятно, что если эта штука стремится к плюс бесконечности, а это к чему-то конечному, то вся сумма стремится к плюсу бесконечности. Значит, это действительно плюс бесконечность. Ну, и на самом деле легко понять, что если мы подходим с другой стороны, то получается минус бесконечности. То есть мы знаем, что у функции есть одна вертикальная асимптота, и с этим все вроде как понятно. Значит, давайте я сразу же эту вертикальную асимптоту здесь нарисую. То есть вот в точке 1 есть вертикальная асимптота. Ну, хорошо, там есть еще наклонная асимптота, но давайте я сейчас это проскочу, и вместо этого давайте разберемся с максимумом и минимумом. Какие точки, в принципе, могут претендовать на то, чтобы быть точками экстремума? Точками максимума и точками минимума. Мы можем, там у нас еще задание просит найти промежутки монотонности. Мы не можем взять производную и посмотреть, где какие знаки принимает производная, и уже исходя из этого мы найдем и промежутки монотонности, и минимум максимума локально. Да, это правда. Смотрите, действительно важно то, что у нас функция дифференцируема, но всюду где определена. Поэтому, в общем, у нас каждая точка области определения – это внутренняя точка области определения. И поэтому, и с другой стороны, функция дифференцируема. Поэтому, если здесь найдется хотя бы какой-нибудь максимум или минимум, то обязательно это произойдет в той точке, в которой производная обнуляется. Обязательно производная обнулится во всех максимумах, во всех минимумах. И можно действовать наоборот. Можно сказать, окей, мы теперь знаем, что производная может обнуляться. Мы теперь знаем, что функция может иметь экстремум только в той точке, где производная обнуляется. Ну, значит, давайте эти точки найдем. Точки подозрительные на экстремум, критические точки. Мы будем исчислять точки, там, где производная равно нулю? Просто давайте сначала найдем просто производную. А дальше автоматически все будет. Получаем. Нам нужно продеференцировать дробь. Первая дробь. Получаем дробь х минус 1 минус х плюс 1. Значит, что нам нужно? Производная числительная знаменатель – это х минус 1. Целую часть выделить, мне кажется, проще будет. Мне кажется, если целую часть выделить в первой дроби. Давайте выделим, давайте выделим. Это я вообще всегда за. Значит, можно действительно преобразовать, что там получается. Значит, можно сказать, что х плюс 1 – это на самом деле х минус 1 плюс 2. Разделить на х минус 1, правильно? Мы разве не доказывали производную для частного? Доказывали, доказывали, да. Ну, может быть, проще будет оперировать дробью вот так. Можно оперировать в теореме про производную частного, получится то же самое. Значит, но теперь, кажется, еще проще брать производную. Значит, у нас вот здесь возникает просто фактически производная функция типа единицы делить на f от х. Значит, это просто минус 2 разделить на… Что там должно быть? В общем, мы получаем… Как-то минус 1 в квадрате. Да, минус 2. Плюс 2. Значит, я применил формулу, я применил такую формулу, что если у вас есть единица делить на f от х, и от нее я беру производную, то это есть минус f' в точке х разделить на f квадрат от х. Значит, вот я ее применил вот к этой штуке. Значит, двойку я сразу вынес за знак производной. И дальше у меня производная знаменатель равна просто единице. И, значит, вот знаменатель в квадрате у меня здесь оказался. И вот он минус. Похоже на правду? Ну да. Можно попробовать поискать нули производной. Давайте найдем нули производной. Ну, в любом случае нужно разбираться с тем, где производная положительная, а где отрицательная. То есть, в любом случае нужно уметь решать неравенство типа f' от х сравнить с нулем. Ну, это делается, как в школе учат, метод интервалов. Вот это вот все штуковина. Ну, на самом деле это означает, что мы просто пользуемся тем, что у нас производная непрерывно. И это означает, что если у вас есть какой-то интервальчик, на котором нету корней, то там производная сохраняет знак. Поэтому действительно достаточно разбить все, разбить все корнями этой самой производной. Ну, давайте посмотрим, что здесь такое есть. Рассмотрим. Х равный нулю, получается, и двойки. Значит, х равняется нулю, и х равняется два. Да. Два корня. Так, все согласны. Я, честно говоря, не проверял. Да, да. Отлично. Значит, давайте посмотрим, что теперь получается. Вот у нас есть, значит, у нас есть следующие точки. У нас есть точка 0, у нас есть точка 2, и есть еще точка. Значит, нам нужно отметить обязательно те точки, на которых производная не определена, потому что там тоже условие непрерывности нарушается, и поэтому там тоже может произойти смена знака. Значит, это точка 1. И теперь, в общем, осталось посмотреть для каждого из, значит, для каждого из этих интервальчиков, что у нас там происходит. Какие знаки на каждом из интервальчиков? Больше двойки плюс, меньше двойки минус. Ой, больше двойки плюс, да. Меньше двойки минус. От нуля до одного тоже вроде минус, да, ведь? Потом плюс. Вот так вот. Мы же выкололи эти иксы. Выкололи, да. Все согласны с вот таким вот, с такой расстановкой? Опять же, я не проверял. Можете, пожалуйста, наверх поднять, я могу еще раз проверить. Ну, чуть-чуть увеличить обзор. Вот, все. Ну, смотрите, если у нас икс на воду двойки, то у нас в знаменателе что-то меньше единицы. То есть у нас уже получилось больше, чем минус два. Я имею в виду меньше, чем минус два. Потом прибавляем еще двойку, мы получаем что-то отрицательное. Поэтому минус. Да, ну, похоже на то, что, по крайней мере, при прохождении единицы вот эта штука не меняет знак. И поэтому логично, что вот здесь знаки одинаковые. Ну, да, вроде похоже на правду. Значит, если икс дико большой, то эта штука положительная. Если икс дико отрицательный, то эта штука тоже положительная. Да, вроде похоже на правду. Верю. Вот, ну, теперь смотрите, значит, что это означает? Это означает, что сама функция ведет себя так. Она левее нуля занимается тем, что возрастает. Дальше вот здесь она убывает. Дальше вот здесь она снова убывает. Потом она возрастает. Да. Все согласны с такой картинкой? Это означает, что у нее в нуле, на самом деле, точка максимума. А в двойке точка минимума. Да, мы можем этим пользоваться, да, ведь? Можем, да. Ну, все. Ну, как бы логично, что если мы знаем, что она вот здесь возрастает, а потом она начинает убывать, то, конечно, в этой точке у нее максимум. Как иначе? Ну, по определению сейчас. Как? Если она здесь, вот если она вот на этом участке возрастала, то это означает, что она во всех точках здесь меньше, чем вот здесь. А с другой стороны, если она здесь убывает, это означает, что она во всех точках вот здесь меньше, чем вот здесь. Ну, да. Вот. Вот. Ну, хорошо, давайте теперь найдем значение функции f. Значит, мне нужно значение f в нуле. Чему оно равно? f в нуле функции? Минус 1. Значит, минус 1. И значение f в точке 2. 6, 4. О, нет. Извините. 7. 7. Окей. Прикольно. То есть у нас минимум, вот этот локальный минимум оказался на самом деле сильно выше, чем вот этот локальный максимум. Ну, бывает. Ну, хорошо. Давайте теперь прикинем, как выглядит график. Значит, чего мы знаем? Во-первых, мы знаем, что у нас в единице вертикальная симптома. Во-вторых, мы знаем, что у нас в минус единице точка максимума. Сейчас не в минус единице, а в нуле точка максимума. И в этой точке значение принимается минус 1. То есть у нас вот тут функция проходит, значит, это минус единица. И здесь она проходит, видимо, как-то вот так. Значит, здесь она убывает. Дальше у нее асимптота. Вот такая. После этого, что еще нам известно? Нам известно, что у нее в двойке. Значит, вот здесь двойка. И у нас вот здесь точка минимума. Здесь вот значение 7. Значит, какая-то вот такая штука. Ну и на самом деле, если вы посмотрите на вашу функцию, видно, что у нее есть наклонная асимптота. Какая она? 2х плюс 2. В общем, плюс 2. У нас тоже вроде бы 2х нет. А, смотрите, вот если вот сюда вот посмотреть. 2х. Разве нет? Просто 2х нет? Неправда. Вот посмотрите вот сюда, вот на эту запись. 2х плюс 1. 2х плюс 1, да. Потому что, собственно говоря, вот эта поправочка, она становится маленькой, когда х становится большим. Поэтому, когда х большой, наша функция ведет себя, ну, вот как вот эта вот часть. А так мы могли искать, кстати, наклонные асимптоты? Ну, можно, почему нет? Это просто по определению. Мы говорим, что какая-то функция у равняется к х плюс b является наклонной асимптоты, если разница между вашей функцией и этим к х плюс b стремится к нулю. Но в данном случае разница, это в точности вот эта слагаемая. Поэтому у нас получается, значит, 2х плюс 1. То есть у нас здесь возникает какая-то вот такая штуковина. Значит, вот это наклонная асимптота. То есть на самом деле, вот эта наша картинка выглядит как-то вот так. Значит, у нас вот так вот она идет. Здесь у нее вот такая вот штука, здесь вот такая. И дальше она идет, дальше она приближается вот к этой прямой. Как-то вот так вот график проходит. Ну, вот, собственно говоря, все. То есть чтобы исследовать функцию полностью, нам в данном случае понадобилось, ну, то есть как бы, чтобы совсем быть аккуратным, нам нужно было найти вот эти точки, явно их отметить, потому что, значит, непонятно, где они там находятся, как они друг с другом соотносятся. Вот. Дальше нужно было найти, где там функция возрастает, убывает. Что здесь возрастает, здесь убывает, здесь убывает, тут возрастает. Остает найти асимптоты, ну, и, в общем-то, более-менее все. Вот. Мы построили график функции уже достаточно аккуратно. Есть ли какие-нибудь вопросы про ваш задержку? Чтобы показать, что глобальных там минимумов или максимумов нет, то мы можем просто доказать, что у нас, ну, есть точка, ну, либо точка, предел в которой равен бесконечности, либо, ну, например, на плюс бесконечности она стремится там к бесконечности. Да, да, да. В данном случае этого достаточно. То есть мы понимаем, что поскольку функция стремится к бесконечности, к плюс бесконечности здесь, например, или вот здесь, и к минус бесконечности здесь или вот здесь, это автоматически означает, что на все области определения она не является ограниченной, значит, у нее нет никаких, нет никаких глобальных максимумов и минимумов. А если хотите доказать, что какая-то точка является глобальным максимумом или минимумом, то просто доказать, что не превышает, например, это значение или не ниже этого значения? Ну да, там дальше нужно как-то разбираться. В конечном итоге вы просто пользуетесь определением, но как именно это сделать, это каждый раз некоторая работа. Но, как правило, вы можете сделать что-то в таком стиле. Грубо говоря, у вас какие есть варианты. И, значит, у вас есть точки экстремумов, локальных экстремумов, которые претендуют на то, чтобы не глобальным экстремумом. Плюс есть те точки, в которых нужно разобраться с тем, что происходит на бесконечности. Плюс нужно разобраться с тем, что происходит вблизи. Ну вот как бы если у вас функция где-то не определена, то тут нужно разобраться, не происходит ли здесь точка унистремления к бесконечности, как здесь. А дальше вы просто все эти подозрительные штуки рассматриваете и сравниваете их между собой. В целом план примерно такой, но тут я затрудняюсь дать какой-то уж совсем аккуратный алгоритм. Как правило, бессмысленно пытаться запомнить какой-то алгоритм, а правильно каждый раз представлять себе в голове вашу задачку, вашу функцию и дальше разбираться с тем, как она устроена. Да, понимаю, спасибо. Например, если вы знаете, что у вас функция определена и дифференцируема вообще всюду, на все области определения, и тогда вам нужно будет только разобраться с теми точками, в которых экстремумы, в которых могут достигаться локальные экстремумы, то есть там, где производная обнуляется, и нужно разобраться с тем, что происходит на бесконечности, потому что понятно, что у вас может быть какая-нибудь картинка типа такой, что у вас есть локальные экстремумы, поэтому никаких глобальных экстремумов нет, просто потому что функция уходит на бесконечности. Но если есть, соответственно, точки разрыва или там, где она непределена, просто эти точки тоже смотреть. Да, тоже нужно с ними отдельно разбираться. Хорошо, давайте еще вопросы. Вопросы, в смысле, по этому заданию? Ну, давайте, да, давайте вопросы по этому заданию и там. Давайте по порядку так. Вопросы по этому заданию, вопросы по этому семинару, вопросы глобальные. Вот, я хотел вам задать какой-то вопрос. По семинару вы можете наверх, пожалуйста, поднять? Ага, давайте. Сейчас. Вот, еще раз. Нет, нет, нет. Тот момент, там, где мы доказывали, что если производная больше нуля, что необязательно функция в окрестности возрастает. Да. Вот она и задачка. Нет, пониже вот так. Это тут все было понятно. Пониже там, где мы... Вот, да, там где картинка. Вот, то есть мы, как это, как мы ответили на этот вопрос? Мы сказали нет и сказали, что у нас существует x, то есть окрестность x, которая близка к нулю, то есть у нас x очень маленький. Да, мы сказали так. Мы сказали, что вот у нас есть, значит, у нас есть точечки, ну вот, смотрите, значит, как мы действуем. Мы говорим, что вот у нас для любой окрестности нуля обязательно найдутся такие точки, в которых производная наша функция отрицательная. и это означает, например, что, значит, ну вот, давайте, что означает? Да. Означает, что я могу взять саму вот эту точку, в которой она производная отрицательная, и могу взять какую-нибудь точку чуть-чуть левее ее. Вот в соответствии с той леммой, которая была на лекции, это означает, что, ну, что выполняется вот такое неравенство. То есть это означает, что значение в точке, которая левее, оказывается больше, чем значение в самой этой точке, в самой этой точке x. Но это как раз и означает, что функция уж точно заведомо не является возрастающей на всей... Левее это f от x плюс delta x меньше, чем f от x. Ну, вот это скорее утверждение. Я сравниваю точку x. Тогда понимаем, что у нас функция... А, убывает, окей. Ну, в общем, да, мы взяли очень маленькие x и показали, мы знаем, что в косинус 1 на x там то возрастает, то убывает функция. Показали это на производной, что так может быть, и воспользовались леммой с лекцией. И сказали то, что там сначала может убывать, потом возрастать, и все вместе, в общем. То, что там нет не только возрастания. Да, ну, то есть, в общем, грубо говоря, мы сказали, что вот такого типа картинка с вот такими вот осцилляциями возможна, и она не противоречит утверждению про то, что функция дифференцируема в точке 0. Функция... А по какой картинке функция дифференцируема в точке 0? Ну, вот если правильно ее подобрать. Ну, вот эта картинка, это как раз попытка построить график. Попытка построить ровно вот этот график. Разве эта картинка это не... Это график самой функции f. Это график самой функции f. Вот то, что здесь нарисовано, вот это, это примерно и есть наш... х на 10 плюс х квадрат синус единице деленное на х. Да, понятно. Мы доказывали. Да. Можно я спросить? Да. Вторая задача семинара. Получается, мы доказали, что у нас функция, она постоянная, но мы же можем сказать, что у нас функция постоянная, и ее значение равно f от а. Можем. Оно же будет равно f от b, оно же будет равно... Да, да, оно же будет равно там всем. А как мы можем это доказать? Ну, сейчас. Мы доказали следующее. Мы доказали, что для любых точек x1 и x2 из нашего отрезка f от x1 равняется f от x2. Да, но мы брали... Возьмем, x1 равняется a. Утверждение будет по-прежнему верным. Мы доказали такое утверждение. Значит, мы доказали, что... То есть мы возьмем... Просто мы брали x1 и x2... А, да, да. Нет, нет, тогда все понятно. Просто там вначале вы писали, что x1 и x2 принадлежит просто интервалу, а не отрезку. Здесь x1 и x2 принадлежат... Здесь x1 и x2 принадлежат именно отрезку. Потому что если так даже оказалось, что, например, x1 и x2, кто-то из них или они оба оказались равны концам отрезка, это ничему не противоречит. Потому что терема Лагранжа работает ровно вот в таких условиях. Значит, нам от терема Лагранжа достаточно дифференцируемости только вот здесь. И эту дифференцируемость мы здесь предоставляем. Поэтому нет никакой проблемы с тем, чтобы x1 и x2 оказались бы концами отрезка. Но вообще очень странное доказательство второго. Можно было сказать, что у нас везде по условию значения f равны... По условию ничего такого не сказано. По условию сказано, что везде производное равно 0. у вас что-то сказано по условию. Хорошо, да. Мы могли сказать, что у нас воспользоваться теоремой Лагранжа, записать какой-то f' от x по определению его расписать, ну, расписать, как по теореме Лагранжа и сказать, но если равно 0, то нам остается только то, что у нас f от x2 равно f от x1. Ну да, ну да. Но это такое. Ровно вот это вот соотношение. Если здесь 0, то тогда вот эти две штуки должны быть равны друг другу. Ну, я не знаю, что-то мне нравится это все доказывать от противного, хотя здесь можно было и в лоб доказать, не проблема. Понятно. Так, ну что, еще какие-нибудь вопросы? Вопрос насчет глобального, локального минимума. Если на лекции исполните, там спрашивали, вот у нас есть функция, она определена на каком-то отрезке. У нас она определена на каком-то отрезке, есть вот точка, которая определена там далеко-далеко, ну, вот такая единственная точка. И она, по идее, может быть глобальным максимумом, потому что для всех иксов из области определения функции у нее значение самое большое. Но при этом она не локальная. Она и локальный максимум тоже будет. Но потому что мы там требовали в определении локального максимума мы требовали такое, что если то есть иксной локальный максимум, это означает, что существует такая дельта, что для всех иксов из у дельта от х0 пересеченной с областью определения функция f от х0 больше либо равняется f от х. У нас такое было определение. Соответственно, мы можем выбрать здесь какую-нибудь вот такую дельту. У нее в пересечении будет одна точка, в пересечении с областью определения. Собственно говоря, сама точка х0 и, конечно, вот это условие будет выполняться. В этом случае точка х0 тоже является и точкой локального максимума, а заодно она является точкой локального минимума. Не знаю, насколько содержательно это все утверждать про такую одиноко стоящую точку. Обычно все-таки нас интересует. Когда мы говорим про максимум и минимум обычно все-таки про локальный нас интересует сравнение значения функций с какими-то близкими точками. Но вот здесь их просто нету. Формально, так как мы ввели определение, у нас эта точка действительно является точкой и локального максимума, и локального минимума. Также у нас точка глобального максимума, она не является точкой глобального минимума. А это мы сейчас с вами записали для локального максимума, ведь? Да. Хорошо. Определение локального максимума. А если глобальный максимум? Там же строго, нет? Нет, сейчас. Глобальность и локальность, она не про строгость. Она про то, какие значения x принимает. Значит, глобальный максимум. Это означает просто вот так. Из области определения? Угу. Понятно. И тоже не строго, да? Угу. Да. Если вы хотите строго неравенство, то нам нужно отдельно сказать, что, значит, если строгий глобальный максимум, ну, или, допустим, строгий локальный максимум, то это будет утверждение такого вида. Для всякого x, it's пересечение проколотой окрестности с областью определения. f от x 0 строго больше, чем f от x. Вот такая штука будет. То есть для всех x, которые входят в эту дельта-окрестность, дельта-окрестность точки x 0 и входят в область определения функции, должна выполняться следующая. Ну да. А вот, ну, у нас же, смотрите, у нас просто на лекции мы немного другое определение было вначале написали. Ну, и я потом дописал вот это пересечение с d от f, и после этого... Ну, вот сейчас то, что здесь написано, это в точности то, что было написано на лекции. Ну, окончательный вариант. Ну, сначала я действительно написал только вот такую штуку. Извините, но я не понял. У меня такое чувство. То есть у нас... Вот если у нас вот такая точка в отдалении находится, то у нас же, ну, не существует такого сигма. У нас пересечение вот этой сигма-окрестности и область определения. И вот мы какое-нибудь... Это пересечение будет состоять... Значит, ну, вот если дельта не очень большая, если дельта, например, как на кардинке изображена, то это пересечение будет состоять ровно из одной точки. Вот из этой точки. Да, я понял. И до этой точки вот это, наверное, прекрасно выполняется. Спасибо. Так, давайте еще вопросы. Ну, вот вопрос касательно того, чем мы сегодня занимались, у меня их нет. Нет, а консультации, так понял, не будет сегодня? Или как это будет сегодня? Ну, давайте, значит, я для начала хочу понять, есть ли еще вопросы по этому семинару у кого-нибудь. До новых встреч. До новых встреч. Продолжение следует...